Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Заметки Электрика. Продолжаю делать свою квартиру умнее и комфортнее. И сегодня на очереди замена обычного одноклавишного выключателя. Вот, кстати. На дистанционный выключатель с пультом управления Сапфир 2503. Этот выключатель выпускает компания Ноотехника, город Минск, Республика Беларусь. Напомню, что в прошлый раз я установил себе в спальню хлопковый выключатель Экосвет Х300 от этого же производителя. Итак, чем же интересен данный выключатель? Во-первых, с помощью Сапфира 2503 можно управлять освещением как в ручном режиме, так и в дистанционном с помощью пульта управления. В качестве пульта управления можно использовать абсолютно любой пульт, который вы найдете у себя в квартире. Хоть от телевизора, хоть от музыкального центра или системы, хоть от кондиционера. Главное, чтобы в нем были установлены заряженные элементы питания, батарейки, и он был, естественно, исправен. Таким образом, включать или отключать освещение можно на расстоянии, даже не вставая с кресла или кровати. Во-вторых, данный выключатель является регулятором яркости, что значительно продляет срок службы галогенных ламп и ламп накаливания, если, конечно, они у вас до сих пор установлены. В-третьих, с помощью САПФИРа можно имитировать присутствие в доме или квартире людей, например, ваше длительное отсутствие. В данном видеоролике я расскажу вам о принципе и режимах работы схеме подключения дистанционного сенсорного выключателя САПФИР 2503, который предназначен исключительно для ламп накаливания и галогенных ламп. В настоящее время у ноотехники имеются САПФИРы не только для ламп накаливания и галогенных ламп, но и для компактных люминейцентных ламп и современных светодиодных ламп. Они маркируются аналогичным образом, только в конце маркировки идет буковка L, то есть САПФИР 2503-L. Номинальное напряжение 220 В, максимальная мощность 400 В, минимальная мощность 40 В, температура эксплуатации от 0 до плюс 40 градусов. Тип нагрузки, как я уже говорил, лампа накаливания или галогенные лампы. Это серийный дизайн бежевого цвета. Из цветовой гаммы, помимо бежевого, вы можете выбрать белый, серебристый или золотистый цвета. Если серийный дизайн вас не устраивает, то есть возможность выбрать распространенный дизайн, типа Макл серии Мимоза или Вико серия Кармен. Одноклавишный выключатель я уже снял, на его место установил выключатель САПФИР. Перед установкой выключателя САПФИР у него нужно снять сенсорную клавишу. Вот она. Она держится на рамке с помощью двух защелок, расположенных по бокам. Выключатель САПФИР устанавливается на том же месте, в том же подрозетнике, что и обычный одноклавишный выключатель. Сенсорная клавиша соединяется с рамкой выключателя с помощью двух проводов. В выключателе САПФИР для защиты от короткого замыкания внутренней схемы установлен защитный предохранитель с номиналом 3,15 А. Вот схема подключения дистанционного выключателя САПФИР. На клемму фаза подключаем фазу с распределительной коробки, провод красного цвета на схеме, а на клемму 0, коммутируемую фазу, провод оранжевого цвета на схеме, который идет на лампу. Рассмотрим четыре режима работы выключателя. Первый режим – ручное управление освещением. Чтобы включить освещение в комнате, нужно однократно прикоснуться всей ладонью к сенсорной клавише выключателя. Выключатель сработал и отключил освещение. Повторное кратковременное прикосновение включит освещение. Еще раз. Отключился свет. Включился. Хочу заметить, что прикасаться нужно именно всей ладонью, а не одним или двумя пальцами. Поэтому первое время к этому нужно было привыкнуть. Усилия прикасания прикладывать никаких не нужно. То есть вот так вот выключатель уже не срабатывает. Нужно прикоснуться всей ладони. Для регулировки яркости свечения лампы необходимо ладонь удержать на сенсоре выключателя. То есть вот уменьшается яркость. Опять плавно нарастает, увеличивается. И так идет алгоритм по кругу. Мне нужно лишь отпустить ладонь при достижении необходимой яркости. Ну вот так, допустим, будет достаточно. Выключатель запоминает значение установленной яркости. И при следующем включении эта яркость сохраняется. Но есть один отрицательный нюанс с регулировкой. Если в диммере легко выставить максимальное значение яркости, то с помощью сапфира это сделает проблематично. А вернее тяжело поймать максимальное значение. Все делается примерно на глаз. Кстати, забыл сказать, что на лицевой стороне сапфира горит красный индикатор. То есть получается выключатель с подсветкой. Удобно в ночное время находить его месторасположение. Также если этот индикатор горит постоянно, то значит в данный момент режим имитация у выключателя выключен. О режиме имитации я еще скажу чуть позже. Как я уже говорил в начале видео, для дистанционного управления освещением подойдет абсолютно любой пульт управления от современной бытовой техники. Главное проверьте уровень заряда элементов питания в пульте. Иначе при низком заряде управляться выключатель не будет. Ну у меня имеется вот такой пульт от жидкокристаллического телевизора Samsung. Он вполне подходит. Для управления. Чтобы дистанционно включить освещение, необходимо нажать и удержать любую кнопку на пульте до появления звукового сигнала в выключателе. Обычно удерживать надо секунду-две. Ну вот допустим кнопочку три нажмем. Как только вы услышали первый звуковой сигнал, это означает, что вы вошли в режим дистанционного управления выключателем. Затем нужно отпустить и кратковременно нажать на любую кнопку пульта. Можно эту же. И выключатель включит или отключит лампу. Если до момента включения яркость свечения лампы была снижена, то он включит ее на эту же яркость. Ну, аналогично, как и в ручном режиме. Так, нажимаем на любую кнопку на пульте и удерживаем ее до звукового сигнала выключателя. Отпускаем кнопку и нажимаем кратковременно один раз. Любую кнопку. Можно эту же, можно другую. То есть, как видите, свет выключился. Повторим. Ну, давайте вот сейчас нажмем. Кнопку пять, например. До звукового сигнала, и потом кратковременно любую другую кнопку. Свет включился. Для регулировки яркости также удерживаем кнопку до звукового сигнала выключателя. Так, и нажимаем второй последователь. То есть, как видите, яркость плавно изменяется. Яркость свечения лампы плавно увеличивается, затем уменьшается. Такой алгоритм будет повторяться по кругу. То есть, ну, допустим, нам надо вот такой. Отпускаем. Если после входа в режим дистанционного управления вы не управляете освещением в течение, ну, наверное, двух секунд, то выключатель автоматически выходит из этого режима, предварительно подав звуковой сигнал. Еще раз для наглядности. Вот у меня пульт управления. Вон там находится выключатель, а здесь установлена лампа накаливания. Допустим, я хочу отключить освещение в комнате. Отключилось. Хочу включить. Опять выдержу кнопку до звукового сигнала. Отпускаю и коротковременно нажимаю. Освещение включилось. Давайте изменим яркость этой лампы. Яркость меняется. По кругу. Например, сделаем вот так. Оставим. У этого выключателя имеется режим имитации присутствия людей в доме или квартире. Чтобы войти в этот режим, нужно последовательно 9 раз включить и отключить освещение. После этого красный светодиод будет моргать, что означает, что включен режим имитации. При режиме имитации управление освещением будет происходить ваше отсутствие автоматически по неизвестному запрограммированному алгоритму выключателя. Этим режимом я еще ни разу не пользовался, поэтому алгоритм отследить мне не удалось. Да и пока нет в этом особой необходимости. Чтобы отключить и вернуться в нормальный режим работы выключателя, чтобы отключить режим имитации, надо также 9 раз подряд включить и выключить выключатель. После этого светодиод будет гореть опять постоянно. Еще одна полезная функция у этого выключателя это автоматическое отключение освещения. Предположим, вы забыли выключить свет в комнате и уехали на долгое время из квартиры. Так вот, данный выключатель Sapphire 2503 через 24 часа сам отключит освещение. Всем спасибо за внимание. Готов выслушать вопросы по теме данного видеоролика. Также в комментариях к нему вы можете оставить свои отзывы по эксплуатации данного выключателя. С вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч! Продолжение следует...